Я собираюсь потратить чью-то зарплату в самом популярном симуляторе в Роблокс. Хо-хо-хо, это звучит очень кликбейт, ребята, я вернулся в симулятор рукопашного боя. И напомню вам, что в этом симуляторе продаются одни из самых дорогих питомцев, которые я когда-либо видел вообще в каких-либо симуляторах. О май гаад. Божественное яйцо стоит целых 15 тысяч робоксов за одну штуку. Также тут есть Блэйс Доминус, который стоит 5000 робуксов. И Божественная Гидра, которая стоит 1300 робуксов. Ну а также Блупфиш за 500 робуксов, но этого носача мало кто покупает. Осталось всего 34 лимитированных питомца. Гигантская рыба-песок, 15000 робуксов, ребята, просто минус 15000 рублей по щелчку пальца. Итак, нажимаем купить и... Та-дам! Та-дам! Я купил себе эту рыбу, чуваки! Я только что купил рыбу за 15000 робуксов. Так, нажимаем с вами экипировать и вот так вот она выглядит. Давайте же мы с вами посмотрим, сколько сил она нам будет добавлять за 15000 робуксов. Подходим с вами к вип-груши и делаем несколько ударов. По 5 миллионов прибавляется, вы чё, блин, серьёзно? Я собираюсь стать, видимо, самым сильным игроком в этом симуляторе, да и вообще в целом самым сильным человеком на планете. По 10 миллионов уже прибавляется. Что происходит? Окей, ребята, давайте мы с вами ещё покрутим колесо фортуны, которых у нас целых 2 штуки накопилось. И нам с вами выпадает плюс 32%. Вы выиграли одну победу, надо же. Давайте ещё раз покрутим это колесо. По сути, ничего интересного из этого колеса не падает, кроме зелий. Одно зелье – удача. Ведь сегодня удача нам пригодится, потому что помимо того, что я собираюсь купить самых редких питомцев, я ещё собираюсь их скрестить. И пока я покупаю эту рыбу, ребята, обязательно поставьте лайк, ведь я купил вторую гигантскую рыбу. За каждый потраченный робукс я хочу увидеть один лайк под этим видео. И ещё одну рыбу покупаем за 15 тысяч робуксов. Это уже третья гигантская рыба-песок за 15 тысяч робуксов. Ребята, 45 тысяч рублей мы с вами только что потратили просто в никуда. Просто в какой-то рандомный симулятор. Блин, я чувствую себя теперь супер ужасно. Я купил три самые дорогие рыбы, и у меня один миллиард сил. Вот сейчас я со всеми этими соперниками в симуляторе рукопашного боя расправлюсь очень быстро. Например, с киберубийцей. Смотрите, итак, кликаю. О, божечки мой, это было слишком просто, извини. Плюс 75 тысяч побед просто по щелчку пальца. Тут также есть экстремальный потрошитель, у которого 2,5 миллиарда сил. Ооооу! Он меня слишком быстро поборол. Я думаю, что с ним мы пока что не можем тягаться. Что это вообще за врач такой? Врач каких-то качков или Дуэйнов Джонсонов? Не знаю. Итак, нажимаем с вами получить подарок. Я не знаю, зачем я получаю эти подарки. Больше нажимать на эту кнопку не буду, потому что они нам всё равно ничего интересного не дают. Так, окей, ребята, давайте мы с вами сейчас немножечко покачаем наши бицепсы. По 62 миллиона за один клик. Это как-то слишком просто. Потому что у меня три самые донатовские, самые дорогие рыбы, которые вообще, в принципе, есть в этой игре. Это самая дорогая покупка, которая только могла быть. И ведь в конце этого видео я собираюсь скрестить всех этих трёх рыб с помощью вот этого аппарата, чтобы получить одну супер улучшенную рыбу. Вы просто посмотрите на мои шансы. 20%? 60% на успех. То, что мы с вами получим золотую, донатовскую, самую дорогую рыбу на планете и самого дорогого питомца. Но пока что я этого делать не буду, ведь мне нужен от вас лайкосик. Без лайкосика никуда. Итак, ребята, тем временем я набрал уже 2,5 миллиарда сил. Мы, кстати, можем с вами воспользоваться автоматической прокачкой. Ведь в прошлом видео я уже себе купил донатовскую штуковину, которая позволяет мне автоматически качаться. Сейчас мы с вами дойдём до 4 миллиардов сил. И, по идее, мы уже этого потрошителя просто на один зубок уделываем. Ребята, у меня самая мощная кисть на планете. Что ж, давай-ка мы с тобой посражаемся. Сколько у тебя сил? 2,7 миллиарда. Ха-ха-ха. Что ж, сейчас тебе придёт конец. Кстати, мне даже кликать не нужно, ведь у меня есть автокликер. Но всё равно интересно периодически покликивать. 375 тысяч побед я только что получил в свою копилочку. Мне нужно набрать 20 миллионов побед, чтобы попасть в следующую локацию. И это у нас называется побег из спортзала. Победить изгой Ай. Чтобы это не значило. А, изгой Ай, это вот этот вот чувак. То есть нам нужно ещё заработать ачивку. А сколько у него сил? 36 миллиардов. Фу. Он меня уделал просто одной своей роботической рукой. Для того, чтобы прокачаться, я думаю, что нам нужно с вами расширить количество слотов наших питомцев. Возможно, мне стоит купить себе на помощь тоже несколько не очень-то дорогих питомцев. Уже 45 тысяч робоксов я потратил, ребята. Это больше 10% робоксов, которые остались у меня на балансе. Попугай необычный. Так, я получил необычного попугая. Ничего себе. Вот это надо же. Это что за батл пасс? Что такое ультра виверна? Икс 1250 сил, по-моему, звучит очень даже неплохо. То есть это виверна в батл пассе лучше, чем божественная гидра. Давайте мы с вами нажмём сейчас на батл пасс. Нажмём разблокировать. Всё. И это обойдётся нам в 800 робоксов. По идее, это не так дорого. Окей, давайте мы с вами разблокируем полностью все уровни. Мы сейчас с вами получили тысячу различных наград. И, конечно же, чтобы их забрать, мне нужно задонатить. Вы что, серьёзно, блин? Я могу только бесплатные награды собирать. Оу, я получил токсичного попугая. Это очень токсично со стороны админов этой игры. Оу, я получил ещё крош с лапшой. Что это значит вообще? Ладно, самое полезное, что мы отсюда с вами получаем, это 100% зелья. Давайте количество слотов для наших питомцев немножечко расширим за 129 робоксов. Это ещё плюс 129 лайков, ребята. Мы и так должны поставить уже 45 тысяч лайков, а я тут ещё доначу по несколько сотен. Я хочу забрать ультра виверну. Она стоит 299 робоксов. Блин, это нифига не выгодно. Мне пришлось купить весь батл пасс. А затем ещё мне приходится задонатить, чтобы забрать питомца. Ладно, окей, раз уж я прошёл этот батл пасс, то нужно нам с вами забрать ультра виверну, которая даёт нам плюс 1250 усилений. По-моему, это очень много, ведь эти малыши дают 15 тысяч. Это в 10 раз меньше, но и стоит она намного дешевле, да? Собираем с вами ультра виверну. И, конечно же, я хочу надеть собаку-строителя для того, чтобы у нас была с вами самая максимальная мощь. Я, кстати, даже не вижу эту ультра виверну. Она где-то здесь, по идее, летает. Так, ребята, давайте мы с вами ещё немного подкачаемся, ведь нам нужно с вами собрать 36 миллиардов сил. Давайте начнём мы с вами, пожалуй, с самого простого. Это кулаки, ведь тут прокачка идёт намного быстрее. Нам нужно с вами подождать, когда кулачки дойдут у нас до 20 миллиардов. Плюс-минус, и тогда, возможно, я смогу посоревноваться с этим роботом и заработать себе эту замечательную ачивку. Я думаю, что 6,5 миллиардов кулачков там будет достаточно. Теперь давайте приступим с вами к бицепсу. Куда же без этого? Ой, да. С этой штукой будет очень долгая прокачка. Пусть даже я получаю намного больше, чем за удары кулаками. Но кулаки прокачиваются намного быстрее. Потому что ты ударяешь примерно каждую секунду. А здесь примерно каждые полторы, либо две секунды ты поднимаешь эту гантелю. Давайте мы с вами посмотрим, кто здесь самый сильный. У этого чувака 4 миллиарда сил. У этого чувака 77 миллиардов! О май гад, ты что, админ? Что происходит? Как ты так жёстко прокачался? Ты здесь уже 10 лет зависаешь? Ооо, что это за стол зачарований? Ооо, смотрите, заребит я. Я могу улучшить своего питомца. Я думаю, что в этом нет сейчас никакого смысла. Потому что я всё равно буду улучшать через ту машину. Скрещивать питомцев. И с небольшой вероятностью попытаюсь получить золотого. Самого дорогого питомца, который только есть в этом симуляторе. Надеюсь, что после этого никогда в жизни не добавят никакого обновления. Чтобы никто не перебил мой рекорд. Так, теперь мы с вами давайте прокачаем силу рук. Ну, конечно же, куда без этого. Берём с вами вот эту растяжку золотую. И получаем по плюс 141 миллиону. Ха-ха-ха-ха. Я почти добрал 20 миллиардов сил. Но этого всё равно недостаточно, чтобы посражаться с изгоем Аэм. Кисти рук, кстати, прокачиваются намного быстрее, чем даже кулаки. Получаю сразу по 141 миллиону. И силы прибавляется. Вы просто посмотрите. А почему у меня звание начинающий? Если я далеко уже не начинающий. 30 миллиардов сил! Я прокачал свою кисть аж до 17 миллионов. Мне осталось буквально 6 миллиардов набрать. И тогда я смогу посостязаться с ним. Так, давайте я теперь кулаки прокачаю, а то я что-то только кисть качаю. Да, прокачивается это намного медленнее, чем я думал. Всё, ребятки! Сейчас мы можем уже посостязаться с этим финальным боссом. Потому что у меня 36,4 миллиарда. А у него 36,2. Всё, по идее я тут должен его уделать. Но! Почему? Почему он меня так валит? Я не понимаю! У нас же с ним батл должен был быть на равных! Что произошло? Так, ребята, кисти рук, кисти рук нужно прокачивать. Кисти рук, 100%, это самая быстрая прокачка. Сейчас, возможно, когда я дойду до 40 миллиардов, тогда уже будет возможность с ним нормально посоревноваться. О май гад! Это будет самый сложный босс, которым мне когда-либо бы вообще приходилось состязаться. Я даже не знаю, сколько я смогу получить сейчас побед за победу над этим изгоем. Сколько кубков? Тут написано, требуется 834 миллиарда, чтобы его победить. Но того мы с вами победили, не набирая 78 миллиардов. Поэтому сейчас, я думаю, что мы можем ещё одну попытку сделать. У меня 43 миллиарда. Так, ну что? Давай, кто кого? Мне нужно ещё где-то плюс-минус 10-15 миллиардов сил набрать, чтобы точно я смог его уделать. А, ладно, я здесь проиграл этот батл 100%. Что за событие? Здесь можно получить питомца. Я получил яйцо со слоником. Шанс 0,01% на выпадение Крайеншарка. Я могу купить 12 яиц за 500 робуксов, и шанс всё равно будет крайне мал на выпадение этого питомца. Давайте мы сами купим. Я хочу попробовать его сейчас выбить, этого питомца. Крайеншарка. Яйца открываются. Нажимаем с вами забрать. Открывается первое яйцо. Крайенкэт. Эпический. Окей. 63% давай дальше. Опять котик. Следующее яйцо пошло. Опять эпический котик. Блин, одни эпические коты выпадают, потому что на них больше всего шансов. О, слон. Надо же, на него 31%. Интересно, мы сможем хотя бы с вами паука, который шансом 5% выпадает, или хотя бы тигра, который шансом 0,05% выбить. Сегодня из этих 12 яиц. Я думаю, что шансы равны нулю. Ну, объективно. О, блин, одни слоны выпадают. Я только что просто так слил 500 робуксов. Но за ваши лайки я готов потратить хоть 1 миллион робуксов. Так, опять котик выпадает. Слон выпадает. Надо же, ничего себе. И последнее яйцо. И опять слон. Окей, давайте мы с вами подойдем к машине улучшений. И сейчас закинем сюда абсолютно всех слонов. Шанс 100%. Мы с вами должны получить слона киборга. Нажимаем ремесло. И да, я получаю слона силой 130. Блин, зачем я столько слонов обменял на одного слона силой 130? Что будет с нашими рыбами, у которых по 15 тысяч сил? Я боюсь себе представить. Мне страшно, реально. Итак, 50 миллиардов сил у меня есть. Надеюсь, этого хватит, чтобы победить этого изгоя. Сейчас я тебе надеру твою робью задницу. Да! Смотрите. Мы больше половины уже смогли у него перебороть. Давай, давай, давай. Сейчас мы его завалим. 1 миллион, 2 миллиона. То есть нам нужно 10 раз победить этого изгоя, чтобы я попал в следующую локацию. Плюс я получил сейчас ачивку. Неплохо! Мы можем это сделать намного быстрее, если еще немного прокачаемся. Ну, конечно. Блин, яйцо за 2 миллиона? Нет, 2 миллиона кубков я на это тратить не хочу. Я вначале хочу все-таки постараться победить этого робота. А потом уже на оставшиеся кубки тогда уже пооткрывать вот эти вот яйца. Так, если я сейчас наберу плюс-минус суммарных, где-то 60 миллиардов сил, то этого робота я смогу еще в 2 раза быстрее вот так вот просто одной правой. И там до 20 миллионов побед просто рукой подать. И все, ребята, мы с вами попадем в третью локацию. И далее! Я собираюсь крестить этих петов. Шанс будет 60% на то, что мы с вами получим одного суперкрутого питомца. Ну, вы сами понимаете, шанс 60% это не 100%, что мы с вами сделали со слониками. 60 миллиардов! Так, ну что ж, пошел батл. 3, 2, 1. Погнали! О, да! Это намного быстрее. Блин, вы просто представляете, насколько сильная у меня должна быть рука, чтобы я мог победить киборга. О, какие мышцы, да? Вот такие вот, прямо как у меня в реальной жизни, а? У меня самые большие бицепсы на планете. Кто не согласен, ставит лайк. Сейчас у нас будет 10 миллионов кубков, и нам останется всего лишь 10 раз победить этого робота. Кстати, пока я с ним борюсь, я ведь, наверное, даже награды могу забрать. Нет, не могу. Ага, они не кликаются во время боя. Вот отстой. Блин, ну как-то слишком просто. Ты знаешь, ты такой, ты не киборг-робот. Ты всего лишь такой, знаете, младенец-робот, а? Я думаю, что конфеты у ребенка отобрать даже сложнее, чем повалить тебя в этом рукопашном армрестлинге. Мне всего лишь-то потребовалось потратить 50 тысяч робоксов за это видео. 50 тысяч робоксов, блин, может, даже больше 50 тысяч. Да, это просто. 20 миллионов кубков. Проходим с вами в третью локацию. Да! Мы с вами дошли до пляжной локации. Посмотрите, топ-50 побед. 700 миллионов у кого-то. То есть, по идее, я могу даже попасть в мировой рейтинг, если чуть поднапрягусь, так сказать. Топ-пвп побед. Нет, 19 с половиной тысяч. О май гад. Нет, с такими людьми я соревноваться не буду. У этого чувака полтора триллиона сил. Ха-ха-ха! Полтора триллиона сил! Вы че, блин, серьезно? Это звучит как какой-то кликбейт. Требуется 45 миллионов. Давай-ка покачаемся. Опа, плюс 300 миллионов добавляется. И с кем нам придется здесь соревноваться? Давайте посмотрим. Кокосовый орех. Толстый пират. Король русалок. Дружная акула. И босс Кракен. И требуется всего лишь 27 квадриллионов сил. По-моему, все звучит достаточно просто. Попытаемся покачать бицепсы. По 135 миллионов нам добавляется. Это единственный мой способ нормально прокачаться. Я даже боюсь там с каким-либо чуваком состязаться. Я думаю, что мы даже не сможем победить этот кокосовый орех. Сколько у него? 308 миллиардов. Да все, ребят. Кокосовый орех уложил меня. Одной левой. Блин, вот отстой. И для того, чтобы попасть в ядерный бункер, нужно победить Кракена и набрать 20 триллионов побед. А чтобы победить Кракена, нужно 27 квадриллионов. Машина улучшений, ребята. Сейчас я солью всех своих самых дорогих питомцев, ребята. Оу, я могу сделать питомца пустоты. Что это значит? 5 часов он будет прокачиваться? Возвращаемся обратно в космический зал. Подходим с вами к этой золотой машине. Наши шансы 60% на то, что из трех самых дорогих питомцев у меня получится сделать самого прокаченного донатовского питомца, который вообще существовал в этом симуляторе. Я думаю, что я единственный, кто задонатил 50 тысяч робоксов. Ребят, вы прожмите сейчас лайкос. Каждый лайк это плюс 1% шанса к везению, ребята. Ну а также давайте мы с вами выпьем зелье везучести. Шанс вылупления золотого питомца. Используем это зелье. Шанс вылупления питомца пустоты. Используем это зелье. Ёлки-палки. Я использовал всю свою удачу. Я скрестил сейчас пальчики, ведь на кону у меня 50 тысяч робоксов, которые я потратил за этот видос. Нажимаем ремесло. 3, 2, 1. 22 тысячи сил. Что за отстой? 22 тысячи сил. Я думал, что будет минимум 30 тысяч сил. Ну что ж, а теперь давайте в золотой машине мы с вами потратим всех котиков, которые мы с вами выбили. Шанс 50%. Отлично. Теперь добавляем этого питомца. Нажимаем ремесло. Не повезло. Теперь давайте попугайчиков потратим. Успех. Отлично. У нас есть прокаченные попугаи. Теперь вот этих вот крокодилов тоже успех. Как насчет того, чтобы я купил одно яйцо за 2 миллиона кубков. Нажимаем купить. Открываем. Легендарный. Шансом 31%. И сколько же он прокачек нам дает, этот авангард? 74. Блин, это никогда не сравнится с моей гигантской колючей рыбой. Какие яйца у нас продаются в следующей локации? Тут есть какое-нибудь яйцо за 20 миллионов. Такое, знаете, самое дешевое. Ну, здесь есть что-то за 5 миллионов. Это кокос. Отсюда может выпасть нам яд, бруд, пинки, кислый и багровый. Ну ладно, давайте открою. Пинки! Ничего себе, шансом 29%. Давай еще раз. Опять пинки! И опять пинки! Все, я потратил все деньги. Сколько дает нам пинки прокачки? 75%. Тоже полный отстой. Давайте мы с вами прокачаем. Трех пинки обменяем на одного улучшенного пинки. Надеюсь, вы еще не потеряли смысл повествования. 60%. Успех! У нас есть теперь супер пинки. О май гад! 113. Неплохо. Экипировка. Надеваем этого пинки. Ну что ж, ребята, большое вам спасибо за просмотр этого ролика. Если он вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если хотите продолжение, напишите об этом в комменты. Увидимся с вами в следующих видосах! А оставайтесь такими же крутыми и веселыми Адьос